Добрый вечер! В эфире новости из Венгрии на канале М1 и ведущая Мариэла Паттон. Коротко о главных событиях дня. В городе Шопрон продолжаются мемориальные мероприятия, посвященные 30-летней годовщине европейского пикника. Участники встречи подчеркивали роль этого события в объединении Европы. Организаторы приготовили семейные и молодежные программы, чтобы молодое поколение тоже смогло познакомиться с событиями 19 августа 1989 года. Толпы граждан ГДР пересекли границу возле Шопрона и мирно спрашивали дорогу. Так отчиталось о событиях 30-летней давности венгерское телевидение. Европейский пикник был организован во имя «Единой Европы без границ» и 19 августа 1989 года стало одним из главных вех смены режима. Известие о временном открытии австрийско-венгерской границы собрало огромные толпы народа по обе стороны границы. Почти за три часа более 600 восточных немцев перешли границу и попали на запад. В эти выходные в Шопроне вспоминали события тех дней. Европейский пикник 30 лет назад проходил под патронажем Отто фон Габсбурга, чье послание передала его дочь Валбурга. Тогда она выразила надежду, что народ святого Иштвана вернется в европейское сообщество и пообещала, что ее отец сделает для этого все возможное в Европейском парламенте. На мероприятии сегодня вспоминали и снос Берлинской стены, в связи с чем глава канцелярии и премьер-министр сообщил, что в ноябре 1989 года ему было всего 8 лет. Но и в этом возрасте он понял, что добро победило. Смена режима стала тем положительным событием, которое переформатировало европейский континент в 1989-1990 годах. И до сих пор она определяет жизнь наших стран. Германия стала единой, а в Венгрии центральные европейские страны живут свободно и входят в Европейский Союз, заявил министр. В Шопроне выставили несколько трабантов. Вместе с колючей проволокой этот восточно-германский автомобиль стал символом эпохи. При открытии границы много трабантов были брошены здесь навсегда. Несколько из них отремонтировали. В понедельник Шопрон посетит канцлер Германии, где вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном примет участие в богослужении, а затем выступит в Евангелической церкви города. Встречу в прямом эфире будет транслировать телеканал М1. Огромной популярностью пользовалась улица венгерских вкусов, которая открылась сегодня перед комплексом в Арке Артбазар. На ней можно попробовать традиционные блюда всего Карпатского бассейна. По традиции здесь же впервые представлен и торт Венгрии этого года. На огромной сковороде жарятся колбаски из мяса утки, рядом готовят картофельные лепешки и любимое блюдо венгерских пастухов – суп с макаронами «Ля Бенч». На улице венгерских вкусов представлены 150 палаток с блюдами Карпатского бассейна. Мастерица из Закарпатского Мужеева демонстрирует приготовление пончика со сливовым повидлом. А повара из города Мохач с удовольствием делятся с гостями рецептом местного фасолевого супа. Гурманы также смогут отведать легендарную тушеную баранину из города Карцак. Это блюдо с 2013 года причислено к числу хунгарикумов. На улице венгерских вкусов посетители впервые смогут продегустировать и торт Венгрии. Также здесь можно приобрести хлеб страны из муки нового урожая. На мероприятии представлены и движения Slow Food. Его последователи противопоставляют культуре фастфуда. Они, как правило, привержены традициям и сохранению гастрономической культуры. Здесь можно попробовать уникальное сливовое варенье из села Носвай, без сахара и очень густой консистенции. А это наивкуснейшее салами, сделанное из венгерской серой коровы и получившее международное признание. Улица венгерских вкусов радует жителей и гостей столицы уже в десятый раз. Ежегодно по ней гуляет более 10 тысяч посетителей. Мы хотели познакомить публику с гастрономической культурой Венгрии и ее ценностями. Также одной из наших целей было показать кулинарное многообразие Карпатского бассейна и его народов. Рассказал организатор. На фестивале посетителей ждут концерты популярных венгерских артистов. Помимо улицы венгерских вкусов, до вечера вторника можно посетить фестиваль ремесел в Будайской крепости. В национальном парке Хорто-Бать на востоке страны у знаменитого девятиарочного моста открылась ремесленная ярмарка, где 250 торговцев представляют свою продукцию. Раньше здесь можно было купить животных, а сегодня изделий из кожи, дерева и керамики. Местная кулинария также богато представлена на ярмарке. Стоит посетить и парк Хорто-Бать, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе Абау и Санто на севере страны в эти длинные выходные ждут любителей скандинавской ходьбы. Там вы сможете принять участие в организованных прогулках по лесу, позаниматься йогой, а также послушать лекции о здоровом образе жизни. По вечерам посетителей ждут концерты и танцы, которые помогут расслабиться перед очередным походом в лес. И это все на сегодня. Спасибо за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Всего доброго, до свидания.